Шоу 2024. Казалось бы, уже как 3 года прошло с момента выхода новых консолей, но почему-то в сети все еще куча вопросов о том, а стоит ли взять ту или иную консоль. Не, в целом я как бы понял почему, во-первых у многих все еще старые консоли, а у кого-то все еще нет ни одной, а желание поиграть во что-то присутствует. Я кстати очень надеюсь, что после этого видоса ни у кого не будет сомнений по поводу серии СС и все те, кто размышлял над покупкой, прям после видоса отправляются в магазин и приобретут себе свою заветную мечту. Поскольку серия СС я тестировал уже давненько, чтобы ее проверить и не быть пустословным, а еще чтобы убедиться в своих суждениях, мне пришлось взять эту малютку у своего батя на целую неделю. И да, батя сказал, что если на этом видосе будет мало лайков и мало просмотров, то больше мне он ее не отдаст, поэтому набираем как можно больше лайков, просмотров, а еще не забываем писать свой опыт насчет Xbox Series. А еще не забывайте заходить в наш телеграм-канал, где сейчас проходит розыгрыш на новую игру по Звездным Войнам. Начну, пожалуй, с того, что все это время я играл на Xbox Series X. Это моя основная платформа, я играю на ней практически каждый день. У меня там куплено большинство мультиплатформы, мне удобнее геймпад, все это экосистемы и в целом, как вы знаете, разница между X и S версии заключается в размерах устройства, в наличии и отсутствии дисковода и, пожалуй, в разнице производительности, которая, по сути, самая важная в этом плане, из-за чего Series S все еще является самой спорной консолью девятого поколения. Когда я смотрел новые обзоры на эту консоль, чисто вот для статистики, для понимания, о чем еще говорят те или иные игроки, я понял, что почему-то все еще многим интересно обсасывать ее дизайн. И раз вы такое любите, то могу в тысячу раз вам сказать, что дизайн у нее классный, простой и ее габариты до сих пор позволяют вам поставить ее практически в любую комнату, на любую тумбочку, полочку и еще в разных положениях без всяких подставок. А знаете, почему так происходит? Да потому что за все это время дизайн остается первоначальным и никак не изменился за все эти года. Не, если говорить по существу, то ее габариты реально удобны, я лично допер ее до своего дома в рюкзаке, где у меня был ноутбук, для него зарядка, бутылка воды. Не, она реально компакт и удобна в случае перевозки, да и в комнате мало места занимает. Единственное, с учетом опыта портативных консолей, я теперь не особо согласен с утверждением, что ее классно брать в дорогу или куда-нибудь. Поскольку да, габариты позволяют, но чтобы поиграть в дороге, нужны аккумуляторы, экран, нормально так место, чтобы расположиться, и честно говоря, это не так прикольно. А с портативкой ты взял его в руки, в любых позах, местах, просто продолжаешь играть и все. Это реально сложно понять до момента использования портативки, но если вы как раз таки все время куда-то переезжаете, не сидите на месте, а играть хочется, то портативки в этом плане будут куда намного прикольнее, чем серия СС, ибо это намного мобильнее и удобнее. Кстати, если вы после этого видоса все-таки решите себе что-то купить, то вы это можете сделать у ребят из Технодеуса, у которых как раз таки есть игровые консоли как стационарные, а именно Xbox Series и PlayStation 5, так и портативные по типу Steam Deck, Rock'n'Line, Lenovo Go и даже портативки с ретро играми. А если вы еще используете промокод JumboMax, то вам еще и скидку в 1000 рублей дадут. Помимо этого у них есть смартфоны, айфоны, экшн-камеры, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты, в общем ассортимент у них реально очень большой. У парней хорошие цены, предоставляют годовую гарантию, делают доставку по всей России, да в целом что еще нужно? Поэтому если хотел бы себе или своим близким что-нибудь из электроники, то переходи по ссылке в описании и приобретай все что тебе захочется в Технодеусе. Не поверите, но за три года и геймпад Series S тоже никак не изменился. Он все еще удобен, тактильно приятен и все еще довольно громок и ломается, да. Если что я вам показываю коллекционку по Старфилду, но по сути стандартный геймпад такой же, за исключением таких вот прорезиненных штук. На стандартном их просто нет. Ну а что касаемо поломок, я просто все еще не доволен тем, что за все это время у Xbox не появилось желание улучшить геймпады хотя бы за счет стиков метода Холла. Как вот у такого геймпада. Кстати в целях экономии или если вы захотите просто взять второй геймпад, очень советую, реально очень классный. Ссылочку оставлю в описании. Просто обычные геймпады, они частенько ломаются. Конечно вам может повезти и у вас геймпад прослужит лет 10, а может быть и такое, что через годик или чуть больше ваш стик либо будет шататься, либо сам по себе идти в какую-либо сторону. Но это уже чисто мой опыт и чисто мои пожелания по его улучшению. А так он все еще прекрасен. По факту, купив такой контроллер, он отлично ляжет в руки, им удобно играть и хорош абсолютно во всех играх, начиная с гонок, продолжая файтингами и заканчивая шутерами. Единственное, каких-то ноу-хау вы здесь не получите, а-ля там новые вибрации, гироскопы, как на плойке пятой. Но что касаемо последнего, если вы уж капец как хотите, то можете сразу взять себе такую приблуда, которая позволит вам играть с помощью гироскопа. Обзор есть, что у меня на канале, единственное учтите, что если у вас нету беспроводных наушников, то по мини-джеку 3.5 проводные с такой приблудой работать не будут. Да, еще у нее есть дополнительные кнопки. Без них, кстати, я в последнее время вообще что-то не могу играть. Короче, штука годная, ссылочку на нее тоже оставлю в описании. Что касаемо одного и самого главного, а именно контента, то есть игр. Есть такое ошибочное понятие, как на Xbox нету игр. Но на самом деле так говорят те, кто его просто не переносит и хотят лишний раз похейтить. Ибо по факту, между плойкой и Xbox практически идентичный список игр. Ну, что касаемо мультиплатформы. Если взять, например, серию CS и серию SX, то там вообще один список игр. Они поддерживают, как и старые игры от Xbox Original и Xbox 360. Конечно, не все, но все же поддерживают игры от Xbox One и будут поддерживать еще долгое время новые игры. До окончания этого поколения. Но, пожалуй, самый сок и в целом самое главное преимущество Xbox'а состоит именно в ее подписке Xbox Game Pass. Я думаю, что вы неоднократно это слышали. Сразу скажу, если вы не разбираетесь ни в консолях, ни в подписках, то просто купите Game Pass Ultimate и у вас будет и онлайн, и все игры в подписке. Если вы новый игрок и у вас Xbox Series S это первая консоль, и вы хотели бы сэкономить на играх, то для вас это будет просто самое лучшее решение во всех смыслах. Покупайте подписку и просто долгие годы проходите все то, что в ней есть, ибо в ней, ну, реально полно хитов. Конечно, там есть и куча мелочевок, но они вам тоже могут понравиться. Плюс еще состоит в том, что каждый месяц что-то добавляется, убавляется, и из-за этого скучно не бывает. А самый большой плюс по сравнению с тоже подпиской от Sony, это то, что в нее добавляется больше новых игр с первого дня релиза. И еще к тому же все эксклюзивы Майкл. Например, через пару месяцев в подписке вообще появится новый Cloud Duty Black Ops 6, поэтому подписка Xbox Game Pass Ultimate это просто самая базовая штука к покупке консоли. И если что, вы ее можете приобрести по ссылке в описании, и рекомендую это сделать как можно раньше, ибо в сентябре на нее цена повысится. Единственный нюанс с играми, которые нужно учесть, это то, что там нет игр от Sony, то есть эксклюзивов. Поэтому если вдруг вы мечтали поиграть в Бога Войны, Last of Us, Человек-паук и так далее, то в целом Xbox это не ваш вариант. И сейчас из-за не очень классной стратегии Майков, и в целом ситуация на рынке бывает такое, что какая-нибудь хайп игра, даже не эксклюзивная, может задержаться на Xbox. Для новых игроков в целом это может даже несущественно, и вы, возможно, даже не узнаете никогда, что это за игры. Но опять же, насчет количества игр, не парьтесь вообще. Алан Веки, Киберпанки, Баттлфилды, там не знаю, FIFA, гоночки, здесь все есть. И если вы выбираете консоль из-за конкретных игр, то тогда просто лучше ознакомьтесь со списком заранее. Но опять же, в большинство есть и там, и там. Многих также интересует железо консоли. Для многих оно в серии СС спорное. И здесь в который раз хочу вам повторить, какой бы год ни был, все еще нет смысла смотреть именно на технические характеристики. Да, это модно, мы привыкли это делать с момента ПК, там смотреть на процессор, считать терафлопсы и так далее, но в консолях главное то, как сделали под нее игру. То есть дело больше не в железе, а в оптимизации. Но если вы хотите смотреть на железо, то тут я вам бы порекомендовал бы больше смотреть на память. Хоть я тут установил довольно нормально так ААА, знайте, что одна колда у вас может занять чуть ли не половину памяти, потому что доступность 500 всего лишь там 300 с чем-то. А некоторые игры, они весят очень весомо, от 100 гигов и так далее. Но если вы будете играть там в 2-3 игры, и будете удалять после прохождения, то в целом не парьтесь. Но если вы играете в большие игры одновременно, то лучше рассмотреть вариант консоли либо с 1 терабайт, или же потом надо будет увеличить память. Если возвращаться к качеству работы многих игр, то тут честно говоря несколько правдивых сторон. Первое, это то, что оптимизация по сравнению с мощными консолями, ну, явно хуже. Это касается естественно разрешения, ибо на 4К серия СС не рассчитана и не показывает его. Но иногда тема касается и количества кадров, отчего у многих срабатывает триггер, ибо майки обещали разницу только в разрешении. Но бывают исключения, и некоторые проекты идут только в 30, к сожалению. Второе, это то, что для той цены, за которую она продается, и если вы игрок без большого стажа и опыта, вы даже не поймете, что не так. И оптимизация для такого варианта более чем нормальна. Я недаром консоль взял в тест, чтобы сделать обзор и убедиться в этом лично, насколько хороша и в то же время спорная оптимизация. И вся проблема заключается, знаете в чем? В том, что большинство неправильно ее воспринимают. Этому очень поспособствовали промежуточные консоли, как Xbox One X и PlayStation 4 Pro, поскольку все ожидали, что будущие консоли будут мощнее, особенно по тем самым Тарафлопсам, но получилось так, что серия СС получила их меньше. И по всей идее она не показывает 4К, из-за чего у многих есть качели выбори, а стоит ли вообще в это ввязываться. Скажу так, я играл в очках, в этот раз я тестировал все на телеке в 4К, сидел близко, тестировал новые и довольно тяжелые игры, и пытался рассмотреть все вот эти вот нюансы. И знаете, что я понял? Если просто купить консоль и играть, и не смотреть на все эти обзоры, сравнения, не считать заголовки а-ля ужасная оптимизация, игры будут более чем хорошо работать. И те самые проседы, если они есть, они не такие критичные и в целом не мешают наслаждаться игрой. И опять же, оптимизация тех или иных проектов больше зависит от разрабов, нежели от консоли. Я по сути привык играть на Series X, и честно, играя на Xbox Series S, я не почувствовал какого-то дискомфорта, или там огромная разница а-ля фу, капец, невозможно играть и так далее. Чтобы вы понимали, я даже иногда на Xbox One играю. Да, пару раз были, например, в колде заметные прогрузки, там на 1-2 секунды в начале, или в форте, но знаете, это тупо капля в море, и это бывает не так часто. И все равно игры идут куда лучше, чем на самых низких настройках графики ПК, или консолях старого поколения. Да и о чем речь? Ни одна консоль не работает идеально, и так или иначе везде бывают спорные моменты. Не, вас по-любому будут окружать люди с подобным мнением, а-ля Series S это обрубок, да вот 720p, но тут опять же нужно понимать, что у всех разный опыт, кому-то сейчас и 4К, и 60 FPS мало, а кому-то и Full HD, и 30 FPS более чем достаточно. Просто тут опять же нужно понять, что игры на консолях делают максимально комфортно для гейминга. И да, понятное дело, что с самыми топовыми настройками графики на ПК разница будет при сравнении. Но тут уже стоит понимать, что если вы хотите больше, то нужно и заплатить как бы больше, либо за ПК, либо за более мощную модель консоли. Но тут у меня простой совет, если вдруг у вас Xbox One, просто я недавно тоже его тестировал, увидел вживую всю эту разницу, или же вы являетесь игроком с небольшим опытом и стажем, и в то же время вы не хотите много тратить на гейминг, то Series S остается все еще идеальным вариантом, как вы не крутите. Что вы понимали, на этой консоли у меня все еще играет батя, он проходит в Fallout, в Wolfenstein, RTR 2 и так далее, и ему на все эти сравнения разрешение FPS просто пофигу, поскольку для него самое главное это просто поиграть, и для этого Series S более чем подойдет. И за ту цену, за которую ее отдают, вы по сути аналогов тупо не найдете. Да, может быть со временем захочется чего-то большего, или когда вы увидите более четкое разрешение захочется 4К, 60 фпс, которых нету в некоторых играх, но Series S это как раз таки идеальный вход в мир видеоигр на сегодняшний день, отчего со временем вы просто поймете свои хотелки. Нужна ли вам более дорогая консоль, нужен ли вам ПК и так далее. Многие просто к геймингу относятся как к простому досугу, а не к главному хобби своей жизни. Чисто вечерком погонять что-то. Для этого консоль просто, на мой взгляд, идеальна. Но если вы вдруг во всю эту тему вольетесь, вам понравится, вы поймете, что вы хотите играть там всегда и везде, то потом уже купите что-то мощнее или другое, если вам будет нужно. Поэтому мой вам вердикт по поводу Series S. Если вы не требовательный пользователь к производительности, вы не знаете, что такое 4К разрешение, и оно вам нафиг не нужно, и при этом у вас не особо много денег на этот вид развлечений, не делайте себе мозги, а просто купите Series S и подписку Xbox Game Pass Ultimate, и будет вам счастье. И да, напоминаю, что если вы покупаете консоль не Ростест, у вас может вылезти ошибка ДНС, но она легко решается вводом номеров, которые у вас на экране. Такое вот, собственно, у меня мнение на этот счет. Если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok